Добрый день, Евгений Наумович, спасибо за лекцию. И мне бы хотелось задать вам вопрос от лица тех докторов, которые звонят нам на горячую линию и интересуются тем, как трактовать заключения, которые вы делаете по результатам тестирования, и в частности заключение низкий уровень экспрессии гена PD-L1. Мы хорошо знаем и по клиническим рекомендациям, и по клиническим исследованиям, и по исследованию, в котором вы участвовали, в котором изучалась корреляция иммуногистохимических тестов и тестов ПЦР, и мы хорошо знаем, что рекомендованными тестами является иммуногистохимия. Пожалуйста, вот вопрос, который я транслирую от имени докторов, он, конечно, практический, но, тем не менее, для нас он важен. Спасибо, я понял. Первое. Врачи не туда обращаются, потому что то, что мы делаем в рамках русской диагностики, мы никогда не делаем тест на экспрессию PD-L1, поэтому они не туда позвонили. Второе. Да, действительно, в качестве компромисса это делалось, потому что если мы видим низкий уровень экспрессии, то мое глубокое убеждение, что если быть реалистом, то дальше это само по себе встроено в единую панель, это отменяет необходимость в иммуногистохимическом тесте, потому что здесь очень надежные данные, что в подавляющем большинстве случаев результат иммуногистохимии будет пресловуто меньше 1%. То есть здесь это те пациенты, которые на терапию не подходят. Третье. Это уже все стало историей, потому что на самом-то деле в рамках ОМС мы сейчас PD-L делаем иммуногистохимии, вот эти все кулибинские штучки, они остались в истории на этап переходного периода. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что, честно говоря, я так могу сказать, что крайние значения, они абсолютно надежные. Низкие значения PD-L1 гарантированно не будет иммуногистохимии ничего. То же самое я могу сказать про высокие значения PD-L1. Если мы видим высокий, гарантированный иммуногистохимик даст результат для терапии первой линии. И в общем я не вижу в этом ничего плохого. Но самое главное, что это все уже история вопроса у нас абсолютно твердая. В рамках ОМС PD-L делается там, где для PD-L есть показания. Это шесть локализаций. Там легкая, желудок и так далее, и так далее. Поэтому тут все нормально сейчас. Это перестанет. Это недавнее заключение, Евгений Наумович. Потому что я и спрашиваю, потому что это не совсем история. Это декабрь. Ну, я опять же... Не вводите облуждения докторов. Направление ОМС должно быть. Дело в том, что мы не можем. Мы можем что-то сделать просто так, без направления. Если приходит направление ОМС, мы делаем иммуногистохимию. Если этого направления нет, то есть, ну, грубо говоря, то мы по своей инициативе можем сделать все, что считаем нужным. То есть, это вопрос, будут этим пользоваться или нет. Но те тесты, которые на уровне РНК, они... Это наша инициатива, собственно, и все. Это просто компромисс для сортировки. Огромное спасибо. Все-таки мы помним, что тесты мы делаем для практических целей. Значит, еще раз говорю, для практических целей... Я думаю, что сейчас все прекрасно понимают, какая ситуация с диагностикумами и какая, кстати, будет ситуация с иммунотерапией. Я не вижу ничего плохого в сортировке. И для практических целей есть система ОМС, которая все покрывает. Никаких проблем. Вопрос. Я смотрю, уже Ирина Альбертовна идет. Большое спасибо. У меня конкретный такой практический вопрос. Означает ли это, что больной, переболевшим ковидом, будет потенциально, даже при наличии у него ПДЛ-статуса, хуже отвечать на иммунотерапию ингибиторами контрольных точек или нет? И есть ли какой-то в этом случае, если ответ «да», существует ли какой-то временной интервал, через который мы этот ответ сможем ожидать? Ирина Альбертовна, какое большое вам спасибо за этот вопрос. Вот настолько коснулись как раз моей специальности инфекционных болезней. Настолько коварен ковид. Ну, во-первых, ковид принесет вам большое количество дополнительных пациентов. Вы, я думаю, в ближайшее время это ощутите на себе. Почему? Вот, опять же, наши исследования, наши данные. В течение шести месяцев мы наблюдаем, как мы знаем, постковидные пациенты. У них совершенно, у всех необразимо низкие НК-клетки. Три процента, два процента, полтора процента. Я такого никогда не видел, поверьте мне. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Действительно, особенно на последнем этапе, о чем говорили предыдущие докладчики, о том, что у больных в постковидный период, у них большое количество конечно дифференцированных Т-лимфоцитов. То есть наивные клетки, которые в конечном итоге должны отвечать на определенный антиген, на определенное воздействие, они в конечном итоге, их количество резко снижено. Поэтому вот эффект от такой терапии, которой мы сегодня посвящены на нашей конференции, он будет, по моим прогнозам, снижен. Спасибо. Спасибо, Александр Геннадьевич. Спасибо еще раз огромное. Приглашаю. Вседовольствие. Спасибо. Вы хотели что-то спросить? Минуточку, Александр Геннадьевич. А? Дискуссию. У нас, правда, времени нет, но хорошо. Коллеги, вот мы четко теперь понимаем, что иммунотерапия, это очень серьезно, правда? Тут нужен, конечно, иммунолог, нужен нам морфолог хороший, нужен генетик, клиницист, конечно, чтобы без него не обойтись. Я все-таки, Рапа Танна, хотел бы, так сказать, короткую дискуссию по поводу двух последних докладов, так сказать, как бы в целом. На самом деле, с точки зрения эволюционной теории, вот в обоих докладах у меня такое ощущение сложилось, что прозвучала довольно существенная ошибка, потому что везде проводилась идеология о том, что бесконечное множество неких исходных факторов напрямую, линейным образом, так сказать, фактически трансформируется в какое-то количество конечных проявлений. И просто мы пока не знаем все связи, мы не знаем, какой фактор жирнее, кто, так сказать, из них больше весит, но вот когда мы поймем, так сказать, больше там фиброблаз, значит, или, так сказать, какой-нибудь регуляторный лимфоцит, уж тогда-то мы точно, так сказать, научимся на это воздействовать. На самом деле, если бесконечное количество исходных факторов линейно трансформировалось в конечное количество проявлений, биологической эволюции бы не было. И, в общем-то, вроде как, мне казалось, что уже со второй половины 19 века эта мысль как-то, так сказать, Чарльз Дарвин донес для человечества. Но я вот теперь вижу, что не до всего, потому что, так сказать, идеи, как бы стахастического детерминизма, они настолько мало утилизуются при, которые он постулировал, при рассмотрении, так сказать, факторов, влияющих на что бы то ни было, что мне просто становится, честно говоря, уныло как-то и страшно. Потому что совершенно четко понятно, что стахастический детерминизм, этот принцип, он говорит о том, что бесконечное количество исходных факторов, оно трансформируется в конечное, счетное количество, так сказать, ну не знаю чего угодно, стратегий развития иммунной системы, путей канцерогенеза и так далее. И, так сказать, нас, в общем, совершенно не волнует, какое количество мутаций разных генов было в колоректальном раке, если в нем, так сказать, есть мутация гена Киераса. Потому что Киераса, именно, так сказать, это тот, так сказать, хаб, который формирует глобальный приколирующий кластер, так сказать, который засасывает в себя, так сказать, последствия всех остальных мутаций. И в свое время это прекрасно было продемонстрировано в практической плоскости на тех исследованиях, которые сегодня тоже цитировались, там, по поводу того, что Киерас съедает микроэстелитную нестабильность. Но на самом деле, если мы посмотрим на, там, терапию, так сказать, ХЕР-2 позитивного рака желудка, мы понимаем, что Киерас съедает и ХЕР-2. На самом деле Киерас, когда есть, он сжирает всех. Потому что это то, так сказать, бутылочное горлышко, через которое, в общем, все остальное бесконечное количество мутаций геномных нарушений, как через горнила, так сказать, проходит перед своими фенотипическими проявлениями. И наша-то основная задача заключается в том, что у нас есть бесконечное количество нарушений в геноме, там, в иммунной системе, факторах, конечно, среды. И бесконечное количество индивидуальных людей. Но между ними есть две конечные величины, исходя из, так сказать, концепции стихотического детерминизма. У нас есть конечное количество моделей канцерогенеза, конечное количество моделей взаимодействия опухоли иммунной системы и вообще типов иммунной системы и конечное количество терапевтических воздействий. И поэтому на самом деле нет смысла, так сказать, коннектить бесконечное с бесконечным, потому что там нет прямой связи. Эта связь осуществляется через бутылочные горлышки и размывается. Нам нужно коннектить конечное количество путей канцерогенеза или взаимодействия опухоли с иммунной системой и конечное количество, схем лекарственной терапии. Понятно, что фармакологическая компания не заинтересована в этой истории, не то, что они злые, из-за того, что просто их разработки идут параллельными путями, и для рака почки, для первой линии мы имеем уже там скоро 10 или 12 приблизительно равноэффективных стратегий лекарственного лечения и не очень понимаем, что выбрать, потому что напрямую они между собой не сравнивались, а все говорят об одном и том же. Поэтому нет большого греха выбрать то, что есть. Они все равно все говорят об одном и том же. И вот огромная ошибка ожидать, что когда у нас будут омиксные технологии, и мы можем исходную бесконечность понять, мы сможем и с конечной бесконечностью разобраться. Нет, потому что оно проходит через горнила конечного количества детерминированных путей канцерогенеза и всего остального. И основные усилия наиболее эффективные, они сосредоточены именно в этой области. Поэтому, конечно, трансформирующий фактор роста бета где-то на каком-то этапе что-то имеет значение, но оно все пройдет через линию PD-PD-L1. И никак иначе. Оно все пройдет все равно через нее. Поэтому огромное количество пустых трейлов, которые заканчиваются просто ничем. И их количество значительно больше, чем тех, которые выходят в клиническую практику. Потому что мы никак не можем от бесконечности и исходного разнообразия, так сказать, факторов, в общем-то, так сказать, отказаться. Но мы и дальше будем продолжать огромное количество пустых исследований, пустых тестов, ненужных пациенту и ненужных врачу. Пустых терапий, так сказать, с поли прогмазией и так далее. Которые, в общем, кроме вреда, никакой пользы, так сказать, доставлять не будут. Я, наверное, не с позиции онколога, я же не онколог, а с позиции инфекциониста могу сказать. Инфекция. Причина понятная. Понятная причина? Почему? Но одни, ковид, одни люди умирают, другие люди вообще не ощущают этого состояния как таковое. Да, вы, наверное, правы, а может быть и нет, что у нас единое горлышко, связанное с 5-1. Но существуют и другие механизмы. 30 механизмов эффектора, 150 регуляторных механизмов. Вы их не будете учитывать? В конечном итоге человек умрет не от опухолю, он умрет от сердечно-сосудистых заболеваний, от тромбозов, от каких-то других причин. Мы, я сегодня исхожу с позиции пациента. И вот это, о чем сегодня говорю и буду говорить, о необходимости противовоспалительной терапии, о необходимости других типов терапии, в помощь к тому, что мы имеем для определенного пациента. Я не могу принять позицию, что мы можем использовать недоказанные методы в онкологии. Надо доказать, что работает. Я в своей лекции приводил, почему я делал акцент, что только позитивные, только позитивные исследования. Надо доказывать, полно воздействий на тонкие иммунологические механизмы, более тонкие, чем там, я извиняюсь, стимогены и тому подобное, микробиоты и тому подобное, которые проваливаются. Но не работают они в онкологии. Не работают. И вот эта вот позиция, что физиологически, теоретически мы понимаем, что это должно сработать. И мы рекомендуем этом больным тесты на сто с лишним клеток. Исходя из этого рекомендации, я извиняюсь, по лечению, то это не приводит, по данным исследованиям, ни к чему. Докажите, что это работает. Что это удлинит хотя бы ремиссию больного. И помрет, извините, умрет он. Вот совершенно не путайте непосредственную причину смерти. Причина, которой он умрет, в 90% случаев, это будет онкологическое заболевание. Потому что кончились препараты, потому что у него выключена печень, потому что метастазами она поражена. И будут у вас ЛДГ, ЛТ, С-реактивные белки, что угодно повышены, прокальциетонин, что угодно. Так это не увеличивает продолжительность жизни. Понимаете, когда такая ситуация критическая идет, она идет до недели. Паллиативная служба есть для улучшения качества жизни больного, снять симптомы болезни. И вот то, что вы хотите внедрить, рекомендаются. Это же не только вы. Полно различных контор, которые рекомендуют... Я не про вас говорю, я же сказал, не только вы. Другие лаборатории, которые рекомендуют по этим тестам иммунологическим какое-то добавление к лечению. Но докажите, что это работает. Все прекрасно. Но мы прошли эти 90-е годы, когда можно на теоретических предпосылках давать какие-то рекомендации больным. Есть доказательная медицина. Докажите, что это работает. Улучшится ремиссия. Уменьшится проявление болезни. Да ради Бога. Мы будем рады все это принимать и назначать тесты. А есть ситуации, когда мы даже понимаем, что ПДЛ не работает. И мы даже не назначаем этот ПДЛ. Не назначаем МСА. И сегодня была лекция. Какие есть предикторы при других опухолях? Они настолько различны, эти опухоли. Настолько по-разному отвечают. Но мы-то ограничены нашими возможностями терапевтическими. Вот мы знаем влияние вакцинотерапии против ВПЧ. И какое влияние при раке, шейке, матке. Вот учитывая, что все-таки это направление появилось недавно. Какие-то есть новые данные влияния вакцинации? Использовалась ли данная вакцина в качестве терапии вместе с лекарственной другой терапией при опухоли головы шеи? Есть такие данные? Вы знаете, ну тоже на сегодняшний день это на АСКО были представлены результаты как попытки использования ну действительно там препаратов вирусонаправленных. Пока это абсолютно экспериментальные работы. Первая, вторая фаза исследований. Вернее, даже первая фаза исследований не более того. Пока для реальной клинической практики эта роль не играет. Пока мы можем просто сказать о том, что для опухоли головы шеи влияние наличия ВПЧ-инфекции очень важно и принципиально. Сейчас все больше и больше изучается возможность деэскалации терапии для этой подгруппы больных. Как этапа лучевой терапии, так и индукционной химиотерапии. В частности, у нас также проводится своя собственная работа диссертационная и мы надеемся, что мы в следующем году представим уже результаты. И я бы хотела, тоже пользуясь вопросом и ситуацией, сказать, что у нас планируется на онкологическом конгрессе ежегодном ноябрьском отдельная секция по ВПЧ-ассоциированным опухолям. Это будет касаться опухоли любой локализации и, в частности, будет вопрос об опухоли головы шеи. И, наверное, мы, может быть, чуть более подробно сможем обсудить эти вопросы. Но, отвечая на ваш конкретный вопрос, пока вакцинация для опухоли головы шеи не используется. Я думаю, даже с точки зрения того, что здесь говорить о какой-то профилактике, ну, профилактическом введении, в какие сроки, это тоже детей, наверное, надо вакцинировать. В общем, пока это направление еще активно для клиники не предлагается. Спасибо большое. Да, я позволю себе немножечко добавить, отвечая на этот вопрос, что мы продолжаем, до сих пор продолжаем исследование ассоциации вируса пепелома человека не только с опухолями орофарингеальной зоны, но и с опухолями других локализаций в области головы и шеи. У нас действительно остаются вопросы, является ли это только прогностическим маркером или это какой-то предиктивный маркер. Но еще очень важно, у нас вирус за счет… Мы же определяем суррогатный маркер, мы не определяем в большинстве случаев ДНК вируса, с помощью ЭГХ мы определяем только продукт. И, к сожалению, этот продукт может быть вызван не сколько вирусом, сколько теми мутированными клетками, которые были этим вирусом повреждены. Поэтому я не касаемо профилактики даже хотел свое мнение высказать, а касаемо возможности использования противовирусных компонентов в рамках противоопухолевого лечения. Вот, наверное, пока об этом говорить невозможно, поскольку у нас слишком мало данных. Мы можем не иметь вируса, иметь мутированные клетки, иметь П-16, экспрессирующую опухоль. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов. Вопрос следующий. Наталья Николаевна, спасибо вам за доклад. Единственное, немножко запутался в итоге для реальной клинической практики. Как же все-таки поступать? Вы сначала говорили, что первоначально при лечении пациента иммунопрепаратом нужно провести дифференциальную диагностику. Все же, с чем мы столкнулись? С нежелательным явлением на фоне иммунопрепарата или все-таки с каким-то истинным заболеванием той или иной системы? А потом тут же вы начали говорить о том, что мы можем сделать какое-то короткое обследование и тут же броситься на пациента с высокими дозами глюкоквартикостероидов. Так все же, как поступать? Ждать вот этих консультаций гипотолога, гастроэнтеролога, пульмонолога, которые в реальной клинической практике не всегда можно быстро получить. Или все же сразу начинать терапию и как бы все стараться делать параллельно? Спасибо вам за вопрос. Это больной вопрос. И если в идеале все делать последовательно, конечно, получили результаты, вся информация у вас, и вы начали лечить пациента правильно. Но, как я говорила, все анализы, они требуют времени. Если у пациента диарея, у пациента колит, вы запустили, у вас через 2 недели только все получится, гистология, иммуногистохимия, биоптата. И в таком случае под наблюдением специалиста необходимо начинать глюкортикостероидную терапию сразу по мере появления подозрения на иммунопосредованный колит диарею. Вы параллельно получаете результаты обследований, анализов и можете корректировать вашу иммуносупрессивную терапию, которая может быть правильной, которая может быть, ну, может быть, не совсем она может быть уместной, если есть другие причины, если есть отравление у пациента, да, ну, естественно, вы собрали анамнез, если он ел несвежие продукты, вы, может быть, несколько деньков понаблюдаете за ним. Но действительно ждать результаты всех анализов и обследований, вот я бы хотела их получить, но нет такой возможности. Пациент нуждается в лечении. По поводу пневмонии, вы же начали антибиотикотерапию, пациент получает кислород при необходимости, пациент находится в больнице, он под наблюдением, глюкокортикостероиды вы подключаете по мере того, как ваша уверенность в том, что осложнение является иммунопосредованным, крепнет. В нашей практике порой проходила и неделя, мы лечили пациента от пневмонии тяжелой, проводились тяжелейший дифференциальный поиск, мы консультировали снимочки с разными специалистами в разных учреждениях, и мы думали о глюкокортикостероидах, но если у пациента тяжелая пневмония, сепсис, ну как же мы можем подключать глюкокортикостероиды, да? Потратили неделю. Я считаю, что это, ну, как это, много неделя? Очень. Много, да? Очень. Много, много. Да, пациент находился в больнице, и мы провели все необходимые анализы, обследования, мы исключили все возможные другие причины, мы провели массивную антибиотикотерапию, но когда мы имеем в заключении компьютерные томографии, пневмония, вероятно, бактериальная, не вирусная, не грибковая, не какая-либо другая, немножко сложно доктору генерировать идеи, да, когда у него есть результаты обследования и анализов, сделать это немножко проще. В таком случае мы созываем консилиум, мы советуемся и упорством доктора лечащего подходим, ну, к правильному диагнозу, мы получаем консультацию нужных специалистов и начинаем глюкортикостероиды. Ну, как в нашем случае мы и сделали. Начали глюкортикостероиды спустя неделю, спустя неделю. Конечно, можно было бы, наверное, лучше это сделать, быстрее, но вот так. Стремимся делать это быстрее, но... И анализы тоже делаем. Спасибо, коллеги. Действительно, в реальной клинической практике сложности однозначно возникают, но самое главное, пациенту нужно обследовать и нужно оказывать помощь, правильно? И здесь, как нигде, когда мы лечим иммуно-опосредственно нежелательные явления, мышление врача, размышление врача, они являются весомыми достаточно. Плюс наши рекомендации, для чего мы это все пишем, правда, коллеги? И принимать решение нужно, конечно, быстро. То, что вот неделя прошла, у нас тоже такие были пациенты, вот с калидами, например, были тяжелыми, праздники возникают. Это, как всегда, в празднике возникает, чаще всего, правда? Но действовать нужно больному. Больному можно показать, не ценой жизни мы делаем обследование пациенту, однозначно. Редактор субтитров А.Семкин